Всем привет! Добро пожаловать в Аленка Блог. У меня сегодня вот такой уютный натюрморт. Я вам покажу свои клипсы винтажные и немножечко браслетов, парочку и чуть-чуть брошек. Я в этом году активно подсела на винтажную бижутерию. В основном это клипсы, мне они очень нравятся. Тут что-то я нашла сама, что-то мне принесла одна женщина-коллекционер, с которой мы познакомились. И давайте все по порядку. Я буду рассказывать, показывать каждый предмет и вставлю также в видео имиджи с примеркой. Начну давайте вот с этих клипсов. Вот такие клипсы. Это клипсы моей мамы. Она мне их привезла в этот раз. Вот такие они красивые. Я помню, когда мама работала, была большой начальник, она ходила вот в этих клипсах, в таких красивых костюмах. Мне казалось, это просто такая красота. Мне казалось, что это золото, что это такие драгоценные камни. На самом деле это все бижутерия. Они очень легкие, очень такие прикольные. Видите, сейчас их ношу я. Вот такие. Они уже более такие современные, очень яркие, летние. Я помню, находилась в них летом, в таких пышных юбках, в топиках и вот с такими вот яркими клипсиками. Очень прикольные. Мне нравится, что они очень легкие, такие забавные. Мне кажется, скоро Мода опять должна вернуться на клипсы, потому что это, конечно, классно. С них началась моя такая, мое пристрастие, моя любовь к клипсам. Это клипсы Шанель. Я нашла их совершенно случайно в магазине винтажном. Они стоили буквально какие-то копейки, девочки. Я, ну если вы вот любите вот такой раритет, заходите, заходите в винтажные, в антикварные магазины. Иногда можно найти вот такие потрясающие вещи. Мне они очень нравятся тем, что они идут буквально вообще совсем под любой наряд, под любое настроение, под разный совершенно макияж. Они тоже дополняют образ, делают его более таким игривым. Следующие. Тоже моя находка. Вот такие клипсы. Очень красивые, но они очень тяжелые. Это клипсы, господи, кто тут у нас? Кристиан Лакруа, вот тут написано. Кристиан Лакруа. Тоже стоили мне вообще копейки. Иногда люди избавляются от таких вещей, ну просто, ну может быть, случайно, может быть, просто не знали. Ну, они, конечно, потрясают. Очень красивые, очень эффектно смотрятся куда-то на выход. Долго в них не походишь, в отличие от предыдущих, которые я вам показывала. Потому что они довольно-таки тяжелые. Но красивые. Пару клипс я покажу. Магазин, где мы работаем, наш магазин, у нас до этого была соседка Анжела. У нее был винтажный магазин, очень такой знаменитый в Сиднее. И у нее было очень много классных клипс. И я вот у нее как раз купила вот эту пару. С таким львом, тигром здесь. И вот такие кресты. Они очень легкие, их очень приятно носить. Я носила их много раз летом. Мне они очень нравятся. И еще одну пару я у нее купила. Вот такая пара. Видите, одна штучка отлетела. Вон она у меня там в коробке лежит. Ее легко приделать обратно. Я люблю, когда такие вот сердечки, такие перевернутые или вообще обычные. Ну это так игриво, опять-таки, очень женственно, мило смотрятся. Они, конечно, немножко такой китч. Даже не немножко, а множко. Но иногда, почему нет, можно. Я в них справляла Новый год. Вот в этих клипсах мы ездили на винодельни. И вот там я ходила, щеголяла в этих клипсах. Очень прикольно они вот так вот звенят. Следующие это вот эти. Одни из самых моих любимых. Я люблю сережки-колечки. А это вот такие вот клипсы-колечки. Видите, вот застежка идет вот так. Очень удобно их носить. Они хорошо сидят на вашей мочке. Легкие, эффектные. Мне очень нравятся. Вот такие. Вот эти одни из самых моих любимых клипс. Я их тоже нашла в магазине винтажном. Они были не дешевые. Ну как, 35 долларов они, по-моему, стоили. Но мне кажется, они стоят того. Это вот такие кресты, жемчуг. Немножечко напоминает стиль Шанель. Но это не Шанель. Наверное, если бы это была Шанель, то они бы стоили бы, конечно, намного дороже. Но мне очень они нравятся. Они красиво. Красиво смотрятся с чем-то таким элегантным, классическим. Ну и с какими-то легкими платьями тоже хорошо. Следующие вот эти. Это, наверное, самые вообще простые в носке клипсы. Они очень гармоничные, неброские, без всяких там, знаете, весюлек и так далее. Смотрятся потрясающе. Очень их люблю. Всегда ношу их с собой в косметичке. Ну, иногда ассортимент моей косметички меняется. Но я всегда ношу пару клипс разных. Ну, на всякий случай, знаете. Вот такие вот. Наверное, у меня их видео. Я не думаю, что это натуральный камень, судя по их цене. Она была совершенно смешная. Но очень красиво смотрятся с голубыми глазами. Особенно я носила их летом под загар. Смотрелось очень эффектно. Такие висюльки. Я люблю длинные висячие серьги, клипсы и так далее. А мне они идут. Это вот такие полуовалы с таким полупрозрачным камушком. Классные. Классно смотрятся. Не очень часто я их носила. Надо возобновить. Вообще, конечно, это больше для лета подходят. Всякие такие вещи. Сейчас у нас в основном так. Не то, что холодно. Но, тем не менее. Вот как бы. Ну, вообще, их можно круглый. Далее. Вот такие висячие клипсы. Мне нравится их лаконичная форма. Очень такие они простые. Эффектно смотрятся. Мне нравится, как здесь отделан металл. Такой он ребристый. Красиво. Очень красиво. Как вы заметили, я предпочитаю золотые украшения. Ну, как в бижутерии, так и если это драгоценный металл. Вот такие еще клипсы. Здесь очень красивая отделка, конечно. Это очень тонкая такая работа. Это где-то... Ой, это упало. Пятидесятые года. Потому что вот такая застежка. Это как бы такой олдскул считается. Три таких цветочка. Одни все вот скреплены. Все резные. Очень-очень красивые. Очень симпатичные. А золото, потому что мне не очень идет серебро, честно говоря. У меня такой теплый тип, цветотип. Поэтому золото мне идет больше. Клипсы. Тут у меня, к сожалению, потерялся один камушек. Я помню, мне понравилось сочетание вот этого белого с золотом. И белый такой как бы кремовый. Они смотрятся, знаете, как будто это кружево. Очень красиво. На лето с каким-то белым платьем. Я вот жду. Приятные очень. Далее у меня есть вот такая пара красных клипс. Честно говоря, я их еще ни разу не одевала. Взяла только потому, что это красный цвет. Думала, что это дерево, но это пластик. Но за счет этого они не такие тяжелые, как если бы это было дерево. Они эффектно смотрятся. Но нужно совсем с чем-то совсем-совсем простым. Что я уже заговариваюсь. С очень простыми вещами. Но посмотрим. Честно говоря, я еще их ни разу не одевала. Вот такие клипсы. Одни из самых таких моих тоже любимых. Мне нравятся здесь вот эти вот грани. Они такие прям как большие драгоценные алмазы. Ну, конечно же, это бижутерия. Но вот эти вот сердечки мне очень симпатичны. Мне это все очень импонирует. И очень красиво сделано. Так прям. Они тяжеленькие такие. С бархатом красиво сочетаются. Я их носила с бархатным пиджаком. Было очень так элегантно. Вот эти вот клипсы. Это если мы говорим на тему элегантно. Я их не хотела, честно говоря, покупать. Это вот как раз коллекционер мне их посоветовала. Они мне показались слишком вычурными. Но на самом деле куда-то на выход они смотрятся очень дорого. Как-то так благородно даже, я бы сказала. Так что я решила их взять. Цена была хорошая. И посмотрим. Еще, честно говоря, их никуда не выгуливала. Но все еще впереди, я думаю. Красивые. Мне нравятся, когда вот такие детали. Когда ты ходишь, идешь куда-то. Они так подрагивают красиво. Дальше у меня есть вот такие два букетика. Мне кажется, это что-то типа мимозы. Они очень изящные, очень тонкая работа. Тоже старинные, где-то 50-е годы. Потому что вот это у нас застежка. Это все Америка, Англия. Вот эти, по-моему, английский дом какой-то. Надо, конечно, все это поизучать. Потому что это все история. Вот я вам пока просто показываю. И дальше покажу вам две пары клипс с такими вот матовыми. Одни с матовой жемчужинкой, а другие вот такие с глянцевой. Мне нравятся они очень. Они такие легкие. Тоже они так чуть-чуть звенят, когда вы их идете. Вот этот вот листик. Очень-очень здорово смотрится на ушки. Вот эти клипсы, они идут еще с брошечкой. Сейчас я вам покажу брошку. Вот такая брошечка, виноградная гроздь. Я планирую, еще тоже их не одевала никогда. Планирую купить себе такую, знаете, шелковую блузку. Такого кремового цвета. И вот в этот комплект носить именно с таким легким шелком. И еще один комплект. Тоже клипсы. Тут уже такие красивые матовые жемчужинки. Тоже висячие. И вот такие прекрасные листики. И они тоже идут с брошкой. Сейчас я вам покажу брошку. Брошка вот такая. Ну, брошка, честно говоря, мне не нравится. Довольно-таки громоздкая. Я ее не буду, наверное, носить. Но клипсы просто прекрасные. Прекрасные. И последние клипсы, которые у меня появились недавно. Вот такие черные. Я взяла их, честно говоря, за цвет. У меня вообще нет черных украшений. Ну, знаете, они круто. Они круто очень смотрятся. Необычно. Под смоки. Макияж под какие-то, знаете, наряды. Почему нет? Они смотрятся такие, как большие такие руки. С черными ногтями. Ну, это мне кажется. И дальше покажу вам две брошки. Вот эта вот винтажная брошка. Мне она просто понравилась по сочетанию цветов. Я не знаю, это не дизайнер никакой. Просто очень красивая, эффектная. На пальто, на какой-то тяжелый свитер. Будет здорово. И вот такой, смотрите, какой классный единорог. Он просто кайфовый. Я уже его носила несколько раз. И мне он очень нравится. Очень хорошая компания. Вот такой вот мальчик. Или девочка. И дальше покажу вам два браслета. Я люблю очень браслеты. Вот такие цепочки. Это винтажный браслет мне подарила моя подруга Вика. Вы ее, наверное, видели в видео. И вот он такой красивый. Очень эффектно смотрится. Довольно-таки легкий. Я люблю. Викулька, спасибо. А этот браслет когда-то очень давно подарила мне розочка. Это винтажный браслет Dior. Вот такие вот тут монеты. Такая резная работа, резная цепь. Вот здесь логотип Dior. Тут где-то он. Уже не буду показывать. В общем, потрясающий. Такой звонкий, яркий. Когда хочется праздника, я всегда... И на этом все. Я показала вам все свои винтажные клипсы. Немножечко браслетов. Немножечко брошек. Я надеюсь, вам понравилось. Пишите, если вы любите винтаж. Так как люблю его я. И до новых встреч. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!